Друзья мои, всем привет! С вами Олеся. Сегодня мы с вами в Аутлет приехали возле Няполя. Ла Реджа, дизайнер Аутлет. Ехала я сюда на поезде до Козерте, и на станции Козерта нужно взять автобус. Стоит автобус евро 30, идет 15 минут, и все, можно гулять по Аутлету. Да, симпатичный, кстати, Аутлет. Мне все нравится пока. Ребята, и первым делом мы зашли в посудную лавку, если можно так сказать. Ну, не совсем посудная лавка. Это знаменитая марка посуды Велероид Бог. Что у них есть? Смотрите, набор тарелочек со сливой, со сливкой. Вот такой комплект, 18 предметов. Такой комплект будет стоить 367,80. Сейчас на скидках. Первоначальница на было 526, а теперь 367. Красиво, красиво, ребята. Кто любит такую посуду, пишите в комментариях. Я на самом деле приехала не за тарелками, но не смогла пройти мимо. В баре такого магазина нет. Смотрите, на такой комплект. Вот такую простую лаконичную посуду. По-моему, очень красиво и стильно. Ой, как хорошо. Такой фонтанчик, свеженько. Сейчас очень жарко, кстати. Так и хочется окунуться в этот фонтан, ребята. 90% полиэстер, но очень прикольный стиль. Бутик Маскино. Очень интересный пиджачок, жакет. Сейчас он 226, 50% скидка. И юбочка к нему такая. 86 сейчас. Сумочки эко-френдли. То есть, я так понимаю, это эко-кожа, искусственная кожа. 90 евро вот такая. Семь. Такая 72 сейчас. Такая большая сумка, как барсетка. 72,80. Сумочка через плечо. Девчонки, мы в Маскино. И практически большинство сумок, они из эко-кожи. Но есть некоторые и кожаные модели. Например, вот такая. Вот видите, эта кожа. Вот такая. Она, видите, такая открытая. Но она небольшая. Хорошенькая сумочка через плечо. Такая стоит 78 сейчас. Такие забавные сумочки. Такая 388,5. Очень симпатичная. Яркие. Я не знаю, под что их можно надевать. Ну, под какой-то экстравагантный выход, наверное, это будет прикольно. Кожаные сандалики. С пластиковым верхом. Ловно скину. Такие 128,5. Это тоже кожа. 169,20. 60% скидка сейчас на вот эти вот. Вот это тоже кожа. 55,5 такие стоят сейчас. Смотрите, какие симпатичные. Такие веселые. Очень веселая обувь. Яркая. Такая даже забавная. Под яркие образы. Такие 52. Тоже кожа. Красиво. 53,5. Сегодня скидка в бутике 40%. Такой рюкзачок. 78 евро. Ну, это все кожзан, девчонки. Это все кожзан. Тяжелый, ладно, скройный костюм на подкладке. Все в нем прекрасно. Кутюр Милана, Маскина. Но ткань мне абсолютно не нравится. Плестер, подкладка ацетат, эластан. Ну, такое, знаете. Это все ярко, это красиво. Но не знаю, на какую-то погоду. Потому что, когда холодно, в нем будет холодно. Когда лето, в нем будет слишком жарко. Не знаю. Пиджачок. Ну, вот здесь Прималиния, да. Альберта, Ферретти, Маскино. Вот здесь много кожаных. Ну, они такие все яркие. Они все очень яркие, необычные сумочки. И что, друзья мои, сейчас вторник. И я хочу сказать, что здесь очень мало людей. Может быть, потому что это еще рабочее время. А может быть, потому что 4 часа, в принципе, такое время, когда все прячутся от жары. Летом никого нет на улице. Может быть, через час люди появятся. Не знаю. Может быть, выходные здесь толпы людей. Но мне кажется, что... Смотрите. Достаточно свободно. Я зашла в магазин Пинко. Тоже Outlet. Смотрю ремешки. Цена Outlet 95. Кстати, на сумках почему-то ни на одной сумке нет цены. Наверное, нужно подходить, спрашивать каждую. Ремешки по 66. Но они тоненькие, ребятки. Так, ну что. Я вижу здесь в магазинах другой значок Пинко. Вот как на ремешках. Там было написано Пинко. И вот с такой птичкой, как сейчас в основной коллекции, здесь всего лишь несколько сумочек было. Ну, такая 157 на скидки летней. Ну, не знаю. Очень ярко. Ну, очень ярко. Я не знаю, куда они. Вот такие 136. Это и это тоже. И это тоже там, сколько там мне сказали. 150, что ли. Ну, такое. Такое. Сейчас посмотрим цену. Ремешки есть вот с таким значком. Видите? Сейчас посмотрим цену на ремешки. Такой 73. Классно. Сейчас посмотрю. Такой вот 73. Такой ремень красный. Тоже 73. Ремень с кошелечком с каким-то, видите? Ключики можно сложить. 106. Вот такой. 44. Тоненький красный. С птичкой 44. Мне нравится такой значок с птичкой. Симпатичный. Такие еще весенние расцветки. Это 152. Это 142. Спрашивали про обувь пинка. Про кроссовки именно. Ну, небольшой выбор здесь в Аутлете на самом деле. Насколько они мягкие. Ну, такие. Видите, это вообще такая модель для итальянской зимы. Так что я не знаю, насколько она будет. Ну, тут размеров мало. Такая пара. 37 размер 91 евро. Выбор небольшой. Вот такие вот еще. Ну, не знаю. У меня есть сомнения по поводу того, чего они сделаны. Нарисовано, что вверх кожаный. Такой вставки цвета темной хаки. Темно-малиновый. Какой-то бордовый, светло-розовый, белый. Такой. Девчонки, это была моя первая поездка в этот аутлет. Аутлет Ла Реджа. Впечатление такое двоякое на самом деле. С одной стороны, видно, что здесь много магазинов, много бутиков. А с другой стороны, чего-то прям такого-такого, что хватай и беги, я не заметила. Но, тем не менее, я зашла в несколько магазинов, но во все я, конечно же, зайти не успела. И когда уже ехала домой, то я думаю, наверное, надо было мне свою прогулку построить по-другому. Например, в Кочи, в Дизель надо было зайти. Был еще один мультибрендовый бутик, в котором я видела вещи и люксовых парок. Но мы уже в тот момент спешили на автобус, и я в него не зашла. Да-да. Эту часть я заканчиваю. Я, на самом деле, зашла еще в несколько магазинов, так что будет еще пара видео из этого аутлета. Напоминаю, что если вам нужно выкупить что-то в итальянских аутлетах и отправить в вашу страну, вы можете написать мне в Инстаграм Олеся Шеф. Я, кстати, думаю, может мне уже надо телеграм-канал сделать с товарами из Италии. То, что я вижу, чтобы можно было как-то более оперативно это все выкладывать, потому что монтировать видео, это все-таки отнимает время. В общем, не знаю, девчонки, пишите, что думаете по этому поводу. Я на этом заканчиваю. В следующей части поездки в этот аутлет мы зайдем с вами еще в несколько очень интересных магазинчиков. Так что всех целую и обнимаю. Всем пока-пока. И до встречи в следующем видео. Чао-чао, всем пока-пока.